МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тайное так и не стало явным. Почему будущий детский сад теперь некому строить? Самый сложный период пандемии в России пройден. Ситуация с распространением инфекции стабилизируется. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин. В стране удалось избежать резкого роста числа больных и снизить нагрузку на медиков, уверен премьер-министр. Однако о победе над коронавирусом говорить пока рано. Массовые заражения прекратятся только после выработки коллективного иммунитета. Накануне в Совете Федерации назвали примерные сроки. К осени большую часть введенных ограничений планируют снять. Но для этого в России должна пройти масштабная вакцинация. По неофициальным данным портала.гогов.ру, в Омской области на 22 марта привито более 60 тысяч человек. Тем временем об эпидемической обстановке сообщает областной Минздрав. Минувшие сутки принесли в капелку зараженных еще 93 новых случая. 206 пациентов выздоровели, шестеро скончались. Омский бизнес до сих пор не оправился от урона, нанесенного пандемией коронавируса. В качестве очередной меры поддержки в регионе продлили предпринимателям аренду областного имущества на льготных условиях. Такое решение принято на заседании облправительства. Предприниматели по-прежнему смогут платить за съем помещений меньше в период режима повышенной готовности. Льготы коснутся также аренды муниципального имущества. Предприниматели, арендующие областное имущество, могут рассчитывать на уменьшение размера арендной платы на сумму платежей за период действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. На сегодняшний день по 220 договорам аренды областных объектов субъекты предпринимательства пользуются правом на уменьшение арендной платы. Осторожно! Опасный газ. В Омске зафиксировали выбросы оксида углерода. По данным Обертышского гидрометцентра, в ночь с 23 на 24 марта допустимая концентрация опасного вещества на левобережье оказалась выше нормы в 1,3 раза. А вот в других округах превышения ПДК оксида углерода автоматизированные посты наблюдения не зафиксировали. По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня сохранится ветреная погода. Поэтому уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный. А вот в начале недели в городе фиксировали штиль. Такая погода считается неблагоприятной для рассеивания различных примесей, что может нанести опасность здоровью людей. В Омской области закрыли первую ледовую переправу. Дорога Пертышу проходила через Черлакский район. Однако лед стал тоньше, изменил свою структуру. И теперь проезд по нему опасен, сообщают в областном МЧС. Переправу закрыли после технического освидетельствования на месте бывшей ледовой дороги, теперь запрещающей движение знаки и шлагбаум. Не рекомендуют передвигаться по льду не только автолюбителям, но и пешеходам. Добавлю, работники госинспекции по маломерным судам постоянно проверяют ледовое покрытие на прочность, поскольку погода вносит коррективы ежедневно. На сегодняшний день в регионе функционирует 8 ледовых переправ в районах области. До конца марта-начала апреля планируется закрытие всех ледовых дорог в регионе. Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует водителям совершать переезд только по оборудованным ледовым переправам, соблюдать правила передвижения, следить за обновляющейся информацией и обращать внимание на дорожные знаки, установленные на въезде. Первые ласточки весеннего паводка. Омичи начали сообщать о больших лужах, образовавшихся на улицах города. Так первыми отметили жители домов по улице 2 Челюскинцев. В соцсетях горожане пожаловались на потоп, который плавно перетекает на улицу Славянскую. В ролике, размещенном в соцсетях, видно, что на дороге настоящая каша из полурастаявшего снега и грязи. В этом месиве застревают машины, а местным жителям приходится проявлять недюжинные физические способности, чтобы обойти или перепрыгнуть развившиеся водоемы. Как утверждает автор, коммунальщики здесь не чистят улицы. Именно поэтому в сезон паводка потепление зачастую становится синонимом весенней распутицы. В списке возможных мест подтоплений, составленном в управлении дорожного хозяйства и благоустройства, ни 2 Челюскинцев, ни улица Славянская не значится. Вероятно, вывоз снега с этих территорий в планы коммунальщиков не входит. Добавлю, что в частном секторе заботится о чистке территорий, обязанность собственников домов, а дворы многоэтажек – зона ответственности управляющей компанией. В каких еще районах города существует угроза подтопления весной? Как омичи готовятся к приходу тепла и большой воды? И что делать горожанам, если коммунальщики бездействуют? Выясняла Дарья Тюменцева. Поплывем, не поплывем. Здесь даже не может быть двух мнений. На улице 2-я ремесленная. Из года в год ситуация во время весеннего паводка одна и та же. Глубокие лужи, грязь, в общем, ни проехать, ни пройти. Местные жители в период распутицы уже привыкли носить резиновые сапоги или даже закупать бахилы, чтобы дойти до трамвайной остановки. Когда в дело вступает забывчивость, приходится проявлять креатив. Использовать полиэтиленовые пакеты совсем не по назначению. Все люди пытаются попасть на остановку, одевая обыкновенные пакеты, магазинные на ноги. Придя на остановку, соответственно, снимают. Этот мусор остается на остановке. Ну, вы сами посмотрите, если на сегодняшний день даже улицы не чистят и проехать через трамвайные пути легковому автотранспорту. То есть, вот, можно посмотреть здесь на перекрестке, неважно, на любом перекрестке, на любом проулке. То вы представляете, что это такое бывает, когда подтаивает и проваливаются все эти дороги. Естественно, ну, кто как может, так и выживает. Чтобы хоть как-то оградить себя от большой воды, местные жители за свой счет отсыпают дороги, территории возле дома, сооружают водоотводы, чтобы подвалы не затопило. Однако все это не спасает от ежегодной распутицы. Несмотря на то, что улицы, по которым проходят трамвайные пути, городские службы все-таки чистят от снега, ситуация в проулках и межквартальных проездах не меняется. Сами рельсы по очищенной сугробы располагаются дальше, возле частных домов. Это уже пятиметровая зона ответственности собственников жилья. Между тем, в планах специалистов Управления дорожного хозяйства и благоустройства вывоз снега со второй ремесленной намечен на конец марта. Эта территория входит в перечень мест возможного подтопления. А вот соседняя улица 5-й армии в списке дорожников не значится. Эти сугробы, если их уборкой не озадачатся местные жители, останутся таять и уже по традиции затопят улицу. Потому что здесь уже, ну вот мне 30 лет с копейками, да? Всю жизнь такая ерунда. Прокими, я тебе помогу. А как, топит, не топит? Да, конечно, ты что, топит грязь. Зимой не чистит никто, люди сами выходят лопатами чистят. Центр города, ну так не должно быть, понимаешь. Межквартальный проезд близ дома на Химиков 32, корпус 1, знаменитое Омское море Лаптевых. Вот так это место выглядит во время весеннего паводка. Иногда вода затапливает даже салоны застрявших автомобилей. Прохожие за версту обходят море Лаптевых стороной. А вот детям местная достопримечательность похожа по душе. Сегодня это место выглядит так же, как любая другая городская второстепенная улочка. Колея, наледь, однако местные жители уверены, что в этом году обязательно поплывут. Очень страшно здесь, и большие лужи тут вообще не пройдешь через какое-то время. Вот до этого чистили в феврале, а вот сейчас бы почистить это все, вывезти. Как бы легче было бы, наверное. Тут и сапоги-то не устраивают, как бы лужи, потому что очень большие. Весной, когда таят, здесь по болотам, просто болото, люди ходят по колено в воде. Машины застревают, да, ломаются, бьются. В общем, все ужасно, все плохо. Изначально по проекту там занижено было. То есть низкое место, и там скапливается вода. Хотя ремонт в прошлом году сделали, это совершенно хорошо сделали, качественно. Но, тем не менее, все равно ситуацию не меняет, я думаю, кардинально. Вот еще одна улица в микрорайоне Тополина. Ее тоже нет в списке предполагаемых мест подтоплений. Однако в 2015-м местные жители делились тем, как плавают в лужах растаявшего снега. Машины скрывают практически до половины. Сейчас здесь пока снег, и если его не уберут в ближайшие дни, до потепления, возможно, горожанам вновь придется готовить резиновые сапоги, чтобы дойти до дома. Во дворах, кстати, тоже не без осадков. И если в частном секторе вывоз снега в большинстве случаев ложится на плечи самих жильцов, то прилегающие территории к многоквартирным домам должны убирать специалисты управляющих организаций. Мы до мая месяца там падаем. У нас уже люди и ломали ноги. Вы придите туда и посмотрите, гололед. В прошлом году такой же был скандал. В этом дворе Октябрьского округа жителям, несмотря на их недовольство, еще повезло. Специалисты управляющей компании, понимая масштабы проблемы весеннего паводка, готовятся к потеплению своевременно. Представители обслуживающей организации чистят снег, даже несмотря на то, что жильцы не удосужились убрать свои автомобили, хотя коммунальщики предупредили об уборке. Специалисты уверяют, места возможных подтоплений известны. На них внимание обращают в первую очередь. Если же двор все-таки затопит, готовы спасти ситуацию. У нас на этот случай есть откачивающие средства, которые готовы в любой момент, если будет необходимость, откачать, в том числе и машина, азбочка. Ежегодно мы в этом знаем, мы готовим трапы, мы готовим песок. Здесь мы убираем, потому что мы знаем, что здесь более серьезное положение, поэтому мы здесь убираем заранее. Впрочем, далеко не все коммунальщики добросовестно выполняют свои обязанности. Только в Октябрьском округе города на обслуживающей организации составлено более 180 протоколов из-за ненадлежащего состояния придомовых территорий. В администрации округа советуют не медлить и сообщать о бездействии коммунальщиков сейчас, пока возможная угроза подтопления не превратилась в реальность. Сумма штрафов у нас на юрлицо, она может варьироваться до 200 тысяч, существенно на самом деле. На должностное лицо, соответственно, оно может варьироваться до 40 тысяч. Определенное количество протоколов проблему решают впоследствии. Всего в Омске в списке мест вероятного подтопления значится порядка 220 территорий. Сильнее всего топит центральный округ. Специалисты напоминают, что льготные категории граждан могут рассчитывать на бесплатные талоны на вывоз снега. Для остальных цена вполне скромная – 70 рублей за кубометр. Выдают талоны в администрациях округов. В случае чрезвычайной ситуации, связанной с паводком, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу города. Телефон 78 78 78. У весны есть свои плюсы. Ремонт омских дорог начнется уже в апреле. Это подтвердили на рабочей встрече первого вице-мэра города Евгения Фомина. Для ремонта отобрали 37 магистралей. Контракты с подрядчиками уже подписаны. Подготовительные работы на всех объектах должны стартовать 1 апреля. И это не шутка. Исполнителям предстоит разработать и согласовать схему изменений дорожного движения. Заказчик, в свою очередь, обязан подготовить дороги для передачи на временное содержание. Евгений Фомин подчеркнул цитатам. «Победителей торгов мы хорошо знаем по работе в прошлые годы. Надеюсь, все основательно подготовились». Конец цитаты. Напомню, ранее стало известно, что ремонтом дорог займутся 6 омских компаний. Их представители планируют завершить работы в текущем дорожном сезоне. Финансирование по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составит более 1 миллиарда рублей. Старт работ зависит от погодных условий. В этом году весна поздняя, но мы готовы выйти на наши объекты. Завтра будут согласованы проекты организации дорожного движения по пяти дорогам Кировского округа. Уже изготовлены информационные стенды, знаки. Ожидаем поставки бордюров и поребриков. От большой воды спальные кварталы города и центральные автомагистрали должны спасти ливневки. По крайней мере, так считают в управлении дорожного хозяйства и благоустройства. Поэтому дорожники не только вывозят снег с улиц, но чистят от мусора и заливают кипятком колодцы вдоль проезжих частей, чтобы растопить образовавшуюся наледь. На каких участках идут работы, сколько воды уходит в землю по ливневкам, как обратить внимание дорожников на аварийные объекты, расскажет Филипп Лебедь. Межквартальные проезды в 12 микрорайоне. Пока на улице отрицательные температуры, здесь все спокойно. Но весной вместе с градусом поднимается и уровень воды. Проезжая часть превращается в каналы, как в Венеции. Разве что плавают по ним не лодки, а автомобили. Пенсионерка Татьяна Васильевна говорит, проблемы начались после того, как в Омск пришел тренд на складирование снега на придомовых территориях. Школы, детские сады у нас насыщены этими учебными заведениями и садиками. И мы, когда выходим в город, то видно, что мы вышли с микрорайона, все грязные и невозможно пройти. Мы просто ищем тропинку, прокладывают даже доски, бумагу, чтобы можно было выйти. Пока в администрации разбираются с управляющими компаниями, которые не спешат разгребать снежные завалы на своих территориях, сотрудники УДХБ стараются хоть как-то повлиять на стихию. С водой борются водой. Пока город не поплыл, очищают ливневки, заливая в них кипяток. Здесь, на 12-м микрорайоне, дождевая канализация местами долгое время вообще не работала. Нам вот эту ливневку отремонтировали. Она была вообще забита там полностью. Сток здесь стоял вот этот перекресток, вода стояла, вообще не уходила. Сейчас вода уходит, но, опять же, все зависит от количества осадков. Теперь чистоту на объектах в 12-м микрорайоне дорожники поддерживают строго по графику. Чтобы сотрудники УДХБ не расслаблялись, работу контролируют местные жители. Если техника долго не появляется и засоры не чистятся, обращаются к членам партийного проекта «Единая Россия. Безопасные дороги». Конечно же, обращения поступают регулярно. Мы связываемся с администрацией, отрабатываем. Каждое обращение мы отрабатываем. После приезжаем, также проверяем, как была проделана дальняя работа. Сейчас вы же видите, какие идут. Вот мы с вами стоим, конец марта, идет на улице снег. И сейчас дорожники делают свою работу. Люди боятся, что в этом году будет очень большое подтопление, снега очень много. В Омске есть карта ливневой канализации, но на этой карте не отмечены колодцы. Почему так, неизвестно. Но из-за этого работникам УДХБ приходится искать их самостоятельно. В целом же на очистку одного колодца уходит до 40 минут. Первая очередная задача – обеспечить доступ к колодцу. То есть, проходит тяжелая техника, грейдер освобождает проезжую часть от наледи снега. В дальнейшем идет бригада дорожных рабочих, которые в ручном режиме осуществляют подход к колодцу, находят крышку колодца, решетку и в дальнейшем промывают с помощью горячей воды. Если там какие-то, получается, застои воды или льда, приходит техника, специализированный лосос, то есть размывается, откачивается вода, увозится на полигоны специальные и осуществляют очистку колодцев, чтобы был пропуск воды. На данный момент в городе очистили 1438 дождеприемных колодцев. Работа продолжается. Если возле вашего дома ливневка забита снежными массами и мусором, лучше обратиться либо в администрацию, либо в управляющую компанию. 15-й троллейбус в ближайшее время заработает по расписанию магистрального маршрута. Путь останется прежним, изменится график. Пассажиры смогут пользоваться маршрутом с 6 утра до 11 вечера. В рейсы, скорее всего, направят новую технику. До конца марта в регион поступит еще 29 троллейбусов «Адмирал». Всего в Омске должно появиться 10 магистральных маршрутов. Из них 4 уже работают по новому расписанию. Отбор проходил по результатам замеров пассажиропотока и обращений горожан. Оставшиеся магистральные маршруты запустят после того, как укомплектуют необходимым количеством транспорта. В профильном департаменте мэрии сейчас как раз прорабатывают вопрос о возможности поставок новых троллейбусов и автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Для строительства детского сада в больших полях мэрии Омска придется искать нового подрядчика. Победитель аукциона отказался заключать контракт на возведение объекта. Зарегистрированная в Москве группа компании «Капиталстрой» направила в мэрию отказ от подписания договора. Напомню, аукцион за стартовой ценой в 186,5 миллионов рублей объявили 5 марта. На него поступило 5 заявок от двух столичных и трех местных строительных компаний. Победителем объявлен московский «Капиталстрой», который предложил самую низкую стоимость выполнения строительных работ – чуть больше 164 миллионов рублей. Что послужило причиной отказа подрядчика и кому теперь мэрия доверит строить детский сад, пока не сообщается. В Омске на проектирование капитального ремонта аварийной гимназии номер 88 выделили 3 миллиона рублей. Как сообщают пресс-службы мэрии, к осени проектировщики должны разработать план ремонта. Напомню, гимназию номер 88 закрыли перед началом учебного года. В ходе обследования, проведенного после того, как на голову учеников обрушилась штукатурка с потолка, специалисты из Сибирского автодорожного университета признали здание аварийным. Учащихся педагогов распределили между двумя ближайшими учебными заведениями – школой номер 40 и гимназией номер 43. Для того, чтобы школьники смогли вернуться и продолжить обучение в Альмаматор, в 88 гимназии необходимо провести капитальный ремонт, выполнить усиление фундамента, заменить деревянные перекрытия и восстановить систему вентиляции. Ремонт аварийного здания запланирован на начало 2022 года. Центробанк займется сбором монет у россиян. В пресс-службе регулятора сообщили о пилотном проекте. В следующем году через специальные приемники в одном из российских регионов Банк России будет собирать монеты. Это необходимо, чтобы вернуть железные деньги в оборот. Проект проведут с привлечением технологического партнера. Места установки оборудования и его количество определят позже. Сейчас дорабатывают детали эксперимента. Отмечу, по данным Центробанка, до начала этого года в обращении находилось почти 70 миллиардов монет. На сумму более 113 миллиардов рублей. Незабываемое зрелище в исполнении титулованных артистов российской государственной цирковой компании. Гастроли нового циркового шоу «Гейрадзе» и «Песчаная сказка» продолжаются. Но только до 25 апреля. Яркие впечатления и ни с чем не сравнивые эмоции будут дарить дрессировщики, их пушистые и пернатые подопечные. А также акробаты, эквилибристы и гимнасты. Каждый аттракционный номер – отдельная история, в которой оживают загадочные герои и образы восточной сказки. В программе – головокружительные трюки на рейнских колесах, романтические полеты на ремнях под куполом цирка, искрометная клоунада, современный эстрадный балет и, конечно, уникальные номера с дрессированными животными. Гвоздь программы – единственный в мире аттракцион сразу с тремя самыми опасными хищниками Африки – полуторатонными бегемотами. Чтобы отправиться в путешествие в самое сердце загадочного Востока, не покидая родного города, вместе с артистами и песчаной сказки, а мечам стоит поторопиться. Билеты на каждое представление раскупают в считанные часы. Количество проданных билетов подтверждает знак качества программ продюсерского центра геерации «Королевский цирк». Каждое представление нового циркового шоу зрители провожают артистов оглушительными аплодисментами. Это были главные новости на сегодня. В студии работала Диана Камалединова. До встречи в эфире.